Привет, друзья, это новый влог, с вами Ежов и Зефирка Пупырка Катюх, которая вернулась из командировки, у неё был девичник. Чё, расскажи вкратце, как прошло? Это такая атмосфера, у меня, конечно, были какие-то там тусовочки, мы ходили в клубы, да, было такое раньше, но вот эта вот тусовка отличалась от всех предыдущих, потому что мы были втроём, потом ещё одна девочка, ну, почитайте, вчетвером. Это было незабываемо, такая атмосфера, мы там надули шарики, украсили номер в отеле, у нас было шампанское, мы провели фотосессию, у нас, ну, Аня заказывала фотографа, мне понравилась прям девчачья такая тусовка, очень атмосферная, не знаю, что ещё рассказать, мы просто побыли в отеле, это было очень атмосферно, потом мы поехали на аттракцион, это была моя идея, потому что у нас до клуба было несколько часов, и мы не знали, что делать ещё в отеле после того, как провели фотосессию, мы сходили в ресторан покушали, поехали на аттракционы, и уже после шампанского, после ресторана, после отеля, после всего мы поехали на аттракционы, ещё было зрелище, вот, а потом поехали в фабрику, это такое огромное заведение, как бы, не просто клуб, там, как бы, караоке мы там попели, там, и ресторан, там, всё, всё сразу, это огромное заведение, очень много у нас фотографий, видео, всё это я в Инстаграме выкладывала, ну, можешь, кстати, если хочешь, вставить сюда кусочек, чтобы поняли... А может быть, ты выложишь у себя на канале, и там всё покажешь, как у тебя прошло, так будет, наверное, интереснее? Я, наверное, да, вставлю у себя на канале кусочек. А то иди, чё, типа, люди зайдут, ты, конечно, рассказала, но мне кажется, тут просто, если я выложу, и ты выложишь, будет не так интересно, так будет стимул к тебе подписаться. Я здесь уже сказала, что это было очень атмосферно, но это вот единственное слово, которое приходит в голову, потому что это не просто тусовка, это девичник, это вот прям, я не знаю, короче, мне очень понравилось. Ну, а мы выехали с Катюшей кататься, и сидели сейчас, ну, перед тем, как вообще включить камеру, сегодня 12-е число, а 28-го у нас уже роспись. Блин, осталось всего ничего, и мы будем мужем и женой. Две недельки, и всё. Быстро очень время пронесело, да. У Катюхи сейчас, собственно, дела, найти девочку, которая сделает макияж, и фотограф нужен, всё. Прическу, макияж, фотограф, букет невесты, да, в Москве, потому что в Брянске я всё уже нашла. Но я сейчас написала одно, и она сказала, что у неё дата свободна, а мне её работы понравились. Вот, я хотела сделать пробный макияж и прическу. Обычно это где-то, ну, половина стоимости, да, от прически и макияжа. А тут она говорит, что пробный – это полная стоимость. Ну, как бы, с выездом на дом вообще это действие. Слушай, а я вот всё равно не понимаю. Может, я, конечно, тупой мужик. Вот смотри, чем отличается пробный от боевого? Точно такое же количество средств она будет использовать. Она же так в минусе останется, нет? Не останется в минусе. Она по средствам, блин, наверное, расходует на тысячу, а берёт девять. Поэтому она в минусе в любом случае не останется, даже если она возьмёт четыре. Так художник видит. Тут, как бы, сама понимаешь, услуги могут стоить сколько угодно. Когда инфо-цыгане продают продукты, блин, несуществующие за херобору денег, это вообще, блин, у меня бомбёжка начинается. Ну, я, короче, наверное, не буду делать пробный. Я и в Брянске не буду, и здесь не буду. Буду рассчитывать на мастерство. И, чтобы вы понимали, я до сих пор не знаю, какое у Катюхи будет платье, какой будет макияж, и я даже прошу не показывать. Но всё это я хочу удивиться, и вот этот сюрприз получить в день росписи и свадьбы. Да. Мне кажется, так интереснее. В день росписи прям сюрприза не будет, потому что, скорее всего, мы будем ночевать у твоей мамы, и визажистка, она приедет туда. Она будет там мне красить, собирать мне прическу. Так я могу приехать потом, тачку на мою, и отсюда приеду к мамке. Я думаю, не нужно тебе приезжать утром от нашего дома к маме, потому что ты можешь там спокойно ночевать, просто когда приедет визажист, ты уйдёшь в другую комнату, или поедешь свою тачку намывать, не знаю. А меня будут собирать в комнате, в спальне. И я сразу, наверное, надену платье, буду собрана, и мы поедем уже от мамы вместе на канатную дорогу. Ну ладно, можно и так. То есть ты меня увидишь уже как бы готовую... Ну, на свадьбу-то я всё равно не уверен. На свадьбу будет сюрприз. Здесь на свадьбу он меня увидит в отеле прямо рядом с Милвудом. Это место, где у нас будет приходить свадьба. Это такой загородный комплекс, где и шатёр, и ресторан, и спа, отели. Вот там у нас есть номер в отеле, люкс уже снят, нам в подарок его дают. И вот в этом номере меня... Ну как, меня будут собирать вообще не там, меня будут собирать в Брянске. Это не важно. Там я одену платье, и мы в коридоре, в холле отеля с ним встретимся, и там будет фотограф, видеограф, всё это запишет. Реакция. Если он будет угорать, а не плакать, я говорю, развод на следующий день. Ты должен хотя бы слезинку пустить. Я слезинку пустил только когда... Узнал стоимость? Нет, когда... Тогда-то да. Тогда-то да у меня была слеза. Такая скупая мужская. Как всё дорого. Когда я выложил ролик, помнишь, с Великой Отечественной, как папа для девочки на вокзал побежала. Да, вот тогда... Ну я не то чтобы плакал, но так, например, я уже был готов. И что-то ещё хотел сказать и забыл. Не знал, забыл. Иди за кофе. Нет, я ходила в прошлый раз, сейчас ты едешь. Ну пожалуйста. Так глушить тачку неохота. А ты не глуши, я посижу тут. Я не придумал. Ну пожалуйста, так неохота сегодня. Ну так вот, как всегда. А я тебе карточку сейчас дам. Да что ты мне дашь, у меня есть она? А где она, кстати? У тебя? Да, у нас уже 4 штучки. Что-то фокус вообще плохо. А вот. Не, она просто всегда, надо руку подставлять, иначе он плохо фокусирует. Слушай, у нас в следующий раз будет... Да, кофеёк. Так что, друзья, мы в предвкушении. По стоимости ещё хотел сказать, что весь обед у нас на свадьбу 200 косарей, да? Еда и напитки, да, на... Сколько у нас людей? На тридцать... Пять? Семь? Смотри, у нас 33 человека и плюс мы, то есть 35 получается. 35. Ну и то, может быть, ещё кто-то неожиданно не придёт, либо наоборот присоединится. Ну короче, примерно 35 человек. Короче, 35-200 косарей. Чисто вот на жрачку. Это вместе, по-моему, сори... Нет, это не с арендой, да. Еда и напитки. А фуршет? Фуршет входит. Это входит на 200 тысяч. Отлично, отлично. А то у меня, знаете, ребят, вот чисто по-мужски такие пердёжки были во время приготовления этой свадьбы. Вроде как всё расписать. Ещё пункт, ещё 50 тысяч, ещё пункт, фуршет, хершет, блин, вот эту рубашку, которую я купил ещё дополнительно. Ты не рассказывала, да? Да рассказывала я влог записывал. Ты там веселилась, а я Тёмику конструктора покупал. Молодец, я смотрела твой влог. Представляете, я в Брянске, получается, когда Андрей проводил стрим, я пошла прогуляться с своим лучшим другом и с его девушкой. Вот мы прогулялись втроём, я стрим не смотрела в этот момент. Ну так, заходила пару раз. Потом я приехала домой, я в 12 начала смотреть его стрим, и все 3 часа я отсидела. Я в 3 только закончила. А я ещё так удивился, у меня стрим идёт. И ты мне пишешь телегу. Ну что, ты закончил? Я думаю, зашла бы, посмотрела. Я думала, блин, мы столько гуляли и в кафе посидели. Думала, ну сколько можно? Я думала, это уже давно заболевается. Ну вот так вот получилось. Я хотел в 10 закончить, поехать за кофейком, ну прокатиться, музыку послушать. В итоге досидел до 11.10, потом с тобой созвонился, потом себе есть начал готовить, и всё. У меня уже никуда не охота была. Ну всё, Катюх, дуй. Мне в деданку, мне в деданку. Давай, давай. Не честно. Помните, я вам ещё в предыдущем влоге обещал рассказывать какие-то новости индустрии, что интересненького выходит. Так вот, я тут открыл телефон, чтобы подсматривать и не запутаться. Во-первых, Твиттер убрал из результатов поиска прямые ссылки на Трэдс. То есть они почувствовали конкуренцию всё-таки и сделали такую заподляночку. При этом на Инстаграм у них ссылки обрабатываются нормально. Второй момент. Nothing Phone выпустил свой второй смартфон, поэтому обязательно посмотрите. Я не буду как обзорщик вам рассказывать характеристики и вот это всё просто короткой строкой. И третий момент. Наша Госдума приняла законопроект об операции с цифровым рублём. Ну посмотрим, что из этого выйдет. Я опять же сейчас не буду распинаться, могу вам новость зачитать, но подробнее можете посмотреть где-то на Ютубе. Уже, мне кажется, куча экономистов высказались по этому поводу. Ну вот, коротко вам рассказал три новости, которые меня заинтересовали. Если вам формат этот интересен, буду и дальше рассказывать. За минуту уложусь. Да, кажется, она уже была в такой одежде. Ну мне нравится. Мне кажется, так холодно ей, блин. Не замёрзла? Песок в глаз попал. Песок? Сахарный? Нет, я посмотрела на самолёт, и мне песок в глаз попал, и я иду на такси. А тебе не холодно? Нормально. Половину лета прошло. Я всего лишь два раза в шортах ходил. Вообще, если по справедливости говорить, до октября должно быть жарко. Компенсация, пожалуйста. А что ты набрала цифра? Как обычно. Блин, дома не жрёт нифига. Так я злюсь из-за этого. Вот если бы ты дома ела и заказывала... Я съела почти всю порцию. Там осталось чуточку. У меня была большая порция. 30% ты съела, по моему взгляду. Не, процентов 70. Там осталось меньше, чем было. Ну, в плане, меньше половины. Там осталось меньше, чем было. Огонь. Так. Одну оливочку съесть и сказать. Да там осталось меньше, чем было. Меньше половины осталось. Я съела больше половины. Меньше, чем было. Чайка, блин. Всё. Ну, хватит дебаться. Я хочу вкусненького вот этого. Я пыталась, прикинь, я заказывала все эти продукты по отдельности. Даже вот это вот чука. Чука. Это вот эти водоросли. Ну. Всё, по отдельности заказала, смешала, хрень какая-то получилась. Вот это, не знаю, не могу повторить. Я, на самом деле, вкусно готовлю. Вот всё, ну, кроме этого, это не получается. Хотя, вроде, тут и готовить ничего не надо. Нарезал, да и готово. Но, чё-то не то. Ну, вот есть какой-то секретный ингредиент. По-моему, вот эти водоросли, помнишь, я купила, дала тебе попробовать. Они вообще ужасные на вкус. Говно. Хорошо, ты их не размешала. Я тебе сказал, если бы ты это сделал, я бы не стал блюдо есть. Да, здесь они вкусные. Я не знаю, где они их берут. Потому что я то, что в «Вкус Вилли» заказала водоросли, говно. Ну, здесь вкусно. Приятного аппетита. Я попросила Вилку. Спасибо, потому что палочками в машине очень неудобно. Друзья, ну, в итоге мы заканчиваем нашу рулевую хоть диспенсером для мыла. Взяли Xiaomi. Кто-то даже писал на стриме и в комментариях. Отдельно само вот это устройство. В него вставляется мыло. Вот, взяли Xiaomi. А потом, если что, в будущем будем своё заливать. У нас здесь вот такая красота. Какая-то корейская, по-моему. Да и другие, одна розовая, другая голубая, но просто запах. Мыло-пенка. Это персик, а это хрен его знает. Не, разные фирмы. Это Biore или Biore. Не знаю, как правильно. А, да, это разные. Вот. И надо будет тебе батарейки туда в сумке. Смотри, если здесь минус, это значит вниз минусом или вверх минусом? Ну, смотри. Плюс это пипка. Господи, женщина. Четыре штуки аккумулятора. Всё, закрутили вроде. Теперь вот эту штучку открывай. А как туда заливать-то? Какая-то пипка маленькая. Что? А. Вот эта, что ли, открывается? Да, наверное. Её как-то можно снять. Но это мы потом будем разбираться. Да, давай самое главное проверим, работает он или нет. Ну-ка, врубился? Он не сразу, через несколько раз. О, всё, пена пошла. Всё, хватит. Ну, классно. А запах-то какой? Прикольный? Дыня, что ли? Очень вкусная. Дыня, да? Наверное. А что, тебе нравится? Мне нравится, вкусный-вкусный. Я не знаю, просто вкусно. Мы сейчас будем смотреть новый сериал, Пищеблог. Хотя многие, может, вы уже смотрели. Хотел вам показать. Катин Жор. Сделала себе пету, колбаску. При этом ещё клубничка. Надо ещё часы показать. Сколько часы. Да там не видно ничего. Чё ты скрываешь, что так в Таиланде ходила? Сколько? Так я ходила-то с шортами. 0058. Ну вот. Ты съешь всё это? Да. У тебя, блин, вообще какая-то фигня. Ты с утра нифига не ешь, а под вечер начинается. Это ж плохо. Главное, боком не вставай, а то будет сись видно. Понимаешь? Да. Короче, ничего страшного. Я молодая, мне можно. Согласен. Я себя люблю. Ни в чем сегодня отказываю. Ну ладно, давай смотреть. Елена считала пять. Они могут кусать только после заката. Их слуги, у кого они кровь пьют. Да я знаю, что тебе надо аккуратно записывать. А то ты и без верха, и без низа, да? Ладно, покажи завтрак. Ну, вообще уже обед. Пол второго. Промежутки между созвоном. У меня тут яйка, пита, овощи. Самое главное, лосось не сказал. И яблоки, да, будем на десерт? Ближе только. Взять еще тортик есть. А еще я взяла ингредиенты для пиноколада без алкоголя. Будем? Да будем. Тортик. Вот этот? Малиновый. Изкус вилла. Ну попробуем. И пиноколаду. А еще я хотела тебе на завтрак порезать. Блин, ты меня снимаешь. Ну ладно, там не видно ничего. Я хотела тебе порезать авокадо и себе. Но так как ты авокадо не любишь особо. Нет. У нас рубили горячую воду. Ура, ура. Я сегодня намоюсь без всяких тазиков. Наконец-то. Ладно, приятного аппетита. Катюха пошла в ванну. И тут желтая вода. Рано радовались, да, Катюха? Да, блин, что делать? Вода вообще закончилась. Нет никакого. Это ни холодная, ни горячая. Не знаю, что делать. Ты главное мне пишешь. Такая, Андрей, а что я могу сделать? Ты предлагаешь мне в магаз сходить? Купить тебя? Спроси в беседе. Вдруг там скажет через лобовку ночи. Андрей, ну серьезно, помыться хочу. А у меня волосы намочилась. Я тебя спрашиваю в беседе. Так ты выглядываешь. Не могу, прям завелся, смешно. Катюнь, ты там смотри, главное, чтобы у тебя в ржавой воде песен не сржавела, так скажем. Все под ключик сделала. Зачехлилась. Да, теперь можно снимать. Да? Ну давай, приятного аппетита. Воду дали, ребят. Представляете? А, да, после того, как я заснял вот эту ржавую фигню. Мы нас через 10 включили, да. Крутяк. Крутяк. Компот я сама делала. Молодечка, огуречка. Хозейка. Так, это тебе два куска. Это мне один кусок. Спасибо. Спасибо.